Укрепить педагогический состав и методическую базу. Вопросы развития центра одаренных детей в рамках рабочей встречи обсудили губернатор, председатель региональной общественной палаты и представители Минобразования. Напомню, учреждение было открыто 1 сентября прошлого года. Сейчас в нем обучается 205 человек не только из Самарской области, но и из соседних регионов. Виктор Александрович Софер отметил, что необходимы структурные дополнения, в том числе создание попечительского совета. И лучшего председателя, чем вы, я не вижу, честно вам скажу. Потому что это ваша идея, это, будем говорить, опыт. Помощники у вас будут, но, как говорится, надо посмотреть в эту сторону. По всем этим четырем направлениям, это значит математика, физика, химия, биология, конструирование, нужны научно-методические комиссии в их главе с крупными специалистами. Центру необходимо привлекать не исключено, что на конкурсной основе профессоров, докторов наук и опытных учителей, которые уже смогли подготовить победителей Олимпиад. Николай Иванович Меркушкин эту идею поддержал. Поступило также предложение включить центр для одаренных детей со исполнителем федерального программы «5-100». Такая юридическая возможность есть. В программе предусмотрены направления, связанные именно с работой, с одаренными детьми, с участниками Олимпиад. Это положительно скажется на имидже Самарского университета, подчеркнул губернатор. Это даст плюс университету сразу, дополнительно. Это будет более тесная связь с ВУЗом, и ВУЗ будет в некой мере отвечать, какой центр он одарен. И у них. Если у детей появятся какие-то желания какие-то другие, никто препятствовать не будет. Например, в той же Мордовии, мы не рассчитывали на это, что центр одаренных детей будет готовить на медицинский институт.